Счётная палата. Давай, что так должно быть глагол. Счётная палата нашла дефекты. Она назвала. Назвала. И назвала их нам, да. Счётная палата назвала дефекты системы медицинского страхования в России. Ну, речь идёт о том, что были обнаружены проблемы в системе обязательного медицинского страхования. И вот отчёт контрольного ведомства оказался в распоряжении РБК. По оценке аудиторов, страховые принципы системы реализованы недостаточно. У нас тут насчитывается одна, две, три, четыре, пять, шесть проблем. Например, денежные средства, поступающие в систему ОМС, распределяются как-то не так. Вот. Ну, естественно, всё о деньгах. Эксперты, потом будем называть проблемы и обсуждать их. У нас на связи Дмитрий Аркадьевич Еделеев, президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук, доктор экономических наук. Только Еделев. Еделев, извините, пожалуйста. Да, добрый вечер, уважаемый ведущий, добрый вечер, зрители. Я выиграл, я первый к вам приду. Как к экономисту или как к врачу? Как к доктору. Хорошо. И Алексей Анатольевич Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Добрый день. Алексей Анатольевич, давайте вы всё-таки, поскольку по защите прав пациентов, означает ли вот эта аудиторская проверка и обнаруженные все эти штуки, что наши права нарушаются, выполняются не в полной мере? Вот с вашей экспертной точки зрения. Вообще, как там с ОМС? Скорее, наши права не восстанавливаются. Потому что если мы с вами получили некачественное лечение, то мы должны получить восстановление нарушенных прав. Конституция и наши законы говорят, что качество медицинской помощи должно быть надлежащим. И вот возникает вопрос, как же его восстановить? А вот с проблемой восстановления, она действительно существует, и счётная палата, исходя вот из этого подхода, тоже их видит и понимает, в чём это заключается. То есть пациенту неправильно лечили, не дай бог, закончилось это всё летальным исходом. Следовательно, должна последовать компенсация морального материального вреда родственникам. А сегодня система не позволяет этого сделать. То есть для возмещения морального материального вреда нужно обращаться только в суд. Поэтому, конечно, страховые компании, которые проводят экспертизу по заявлению родственника, и это так, экспертизы должны предоставлять родственнику, умершего пациента, или родственнику, или самому пациенту, который не умер, а считает, что его медицинская помощь была оказана ему ненадлежащего качества. И дальше должен быть эффективный механизм восстановления прав, не судебный, а досудебный. Страховая медицинская организация должна иметь возможность изъять из системы деньги, вернуть, восстановить права своего застрахованного лица пациента. Алексей Анатольевич, только единственное, извините, что перебавил, но единственное, а в принципе ОМС, я понимаю, когда там страхование жизни, может быть добровольное медицинское страхование, но скорее всего страхование жизни. Там да, вот человек умер, вот давайте, или просто человек пришёл, заплатил, к сожалению, скончался, значит надо получить компенсацию. А ОМС вообще в принципе предусматривает подобного рода платежи? Может быть там всё для живых? Вот поэтому она и не предусматривает. Поэтому получается, что человек застрахованный является пациентом, обращается в страховую медицинскую организацию за помощью, а ему говорят, да, экспертизу мы сделали, а за возмещением вреда, то есть за восстановлением ваших нарушенных прав нужно идти в суд. Конечно, это не нравится нашим пациентам, они не готовы иногда судиться и считают, что это ущемление их прав. Поэтому, естественно, нужно следующий шаг делать, это страховым медицинским организациям предоставлять действенную функцию, взмещение вреда, который причинён медицинскими работниками. Мне даже в голову не приходило, что так можно. А так нельзя, это просто идея пока. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вы добавили седьмую проблему ОМС, ту, что, кстати, счётная палата не затрагивала. Дмитрий Аркадьевич, вот к вам больше даже как к экономисту, потому что тут среди тех самых дефектов говорится нестабильность финансирования, но самая слабая нацельность планирования распределения объёмов медицинской помощи на решение задач повышения качества медицинской помощи и эффективности использования ресурсов. Во-первых, если можно перевести это на русский язык. Ну, там, в общем, проблемы с качеством, с тарифами, что-то не так. Подожди, я хочу, чтобы доктор экономических наук нам в этом помог. А во-вторых, вот насколько, в принципе, наша система медицины, условно-бесплатная медицина, заинтересована в моём здоровье? Насколько это стимулируется теми же самыми деньгами? Пожалуйста. Ну, во-первых, сразу отвечу вам на вопрос. Система страховая медицина никак не заинтересована в нашем здоровье. И Алексей Анатольевич здесь, я могу сказать, да, в чём-то сказал правильную вещь. Вот смотрите, изъято, если не ошибаюсь, там около 50 миллиардов рублей было из медицинских организаций за некачественную медицинскую помощь. Ведь их никто не отдал людям. Они были изъяты и исчезли в непонятном направлении. Это первое. Что касается планирования, могу вам сразу сказать, что Россия уникальная страна в том, что у нас нет никакой системы медицинского планирования расходования средств по целям и задачам, так называемый целевой метод. И поэтому указывается в отчёте счётной палаты, я прочитал этот 58-страничный документ, там чётко сказано, что структура заболеваемости и оказания медицинских услуг и смертности в нашей стране существенно отличается от тех стран, где идёт планирование расходов медицины по направлению. Ну, например, у нас сердечно-сосудистые заболевания, а в остальных странах, где есть страховая система, это онкозаболевания, ну и так далее. То есть у нас перевёркнута с ног на голову. Но и здесь я хотел бы напомнить, что всё-таки в нашей стране страховая система – это система посредничества. Государство забирает у так называемого работающего населения деньги и отдаёт в некие 86 территориальных и один федеральный фонд, который исполняет посреднические услуги, за это взимают деньги. И вот здесь счётная палата указала, что за год, например, за посредничество стали брать на 25% больше. При этом количество застракованных уменьшилось. То есть чисто за перечисление денег, да, вот распределение, печатание платёжек, грубо говоря? Да, это практически первое печатание платёжек. А второе я здесь могу вам сказать, и это также есть в отчёте счётной палаты, в том, что контроль качества лечения нередко подменяется так называемым контролем качества заполнения бумаг фонда. То есть если ты можешь и не лечить, но если ты правильно бумажки оформил, то тебе деньги дадут. А есть прибыльное дело? Да, знаешь, как бы в неё и в пенсионную ты уже не попадёшь. Игорь Борисович, у вас был вопрос, вот я к нему, кстати, присоединяюсь, да, вот по поводу несоответствия планирования. Вот, пожалуйста. Планирование и смертностью. Что тут можно вообще, да? Да, действительно, очень сугубо такой экономический вопрос. Трудно мне понять. Вы можете объяснить, как это связано в одном? Что значит, как это, да, действительно, неправильно планируемый, поэтому у нас разные, как сказать, и смертности от разного лечим. Что здесь не так? Дмитрий Аркадьевич, это всё к вам вопрос. Если ко мне вопрос, всё очень просто. Если мы направляем деньги, например, на профилактические мероприятия, что не делает фонд, а должен был бы, как организация, которая занимается, скажем так, управлением здоровьем населения, то если мы отправляем деньги на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, на профилактику онкозаболеваний, на профилактику травм, то должны идти соответствующие расходы и соответствующим образом финансироваться. Если этого нет, то, естественно, как происходит у нас, ну, онко растёт, ну, ладно, профилактику не будем, мы лучше откроем побольше больниц, стационарных коек для онкобольных. Именно об этом говорится в отсутствии планирования со стороны счётной палаты. То есть, по факту, вот стало больше онкобольных, будем теперь, значит, открывать больше... Это не может быть связано с той ситуацией, в которой сегодня уже два года мы в этом живём. Это не совсем правильно. Да, Алексей Анатольевич, что вы говорите, пожалуйста. В программах обязательного медицинского страхования финансируются профилактические мероприятия, финансируется диспансеризация, первичные профилактические осмотры. Этому последние три года уделяется огромное значение. Выпускается специальная литература, памятки для онкологических больных, которые находятся на диспансерном наблюдении. То есть, сегодня профилактическая работа... У нас создан целый мидс профилактической медицины, который занимается и возглавляет эту работу. Это не так. В системе УМС финансируются профилактические мероприятия. Другое дело, что кто под ними что понимает. Конечно, никто вам не будет покупать здоровую пищу, понимая, что под здоровой пищей тоже имеются профилактические мероприятия. Никто не будет вам оплачивать ЛФК, ну, в смысле, похождения в фитнес-центры. Понятно, что это не система обязательного медицинского страхования. Но профилактические приемы, работа с населением с точки зрения профилактики курения, как профилактики онкологических заболеваний, все это сегодня присутствует. И самое главное, что сегодня мы добились серьезного нормативного документа от Минздрава по диспансеризации онкологических больных, которые выздоровели. То есть они были операбельно прооперированы, прошли кульс-химиотерапию, и у них теперь пожизненное диспансерное наблюдение на случай выявления рецидива или прогрессирования заболевания. Дмитрий Анатольевич, Аркадьевич, Дмитрий Аркадьевич. Это все финансируется в системе УМС. Что вы скажете, Дмитрий Аркадьевич? Ну, здесь Алексей Анатольевич говорит одну простую вещь. Минздрав подменяет функцию УМС. Это должно было заниматься УМС. Об этом и говорится. И Минздрав выпускает свои нормативные документы. Сейчас, Алексей Анатольевич, мы дадим вам слово, пожалуйста, чтобы не было... Да, пожалуйста, Дмитрий Аркадьевич. Алексей Анатольевич, прав абсолютно. Минздрав подменяет тем самым УМС. Если УМС это не проводит, то Минздрав выпускает свои нормативы, заставляя УМС финансировать. То есть все, что делается, это делается не в рамках УМС, а делается в рамках работы Минздрава. Что, в принципе, логично. Хорошо, Алексей Анатольевич, а вот вопрос, еще один пункт такой, недостаточное основание для конкуренции страховых медицинских организаций. Я когда-то давным-давно перешел-таки в страховую коммерческую организацию. И, кстати, они-то меня уговаривают пройти диспансеризацию. Была пауза на пик пандемии, но недавно мне пришла СМС, где мне просили, ну, пожалуйста, пройди. Но вот насколько действительно страховые организации коммерческие заинтересованы в такого рода деятельности? Ну, во-первых, потому что они заинтересованы и получают финансирование по подушевому нормативу на свою численность застрахованных. Если кто-то умирает, то есть эта численность уменьшается, и страховая компания получает меньше денег. Поэтому страховая компания... Они могут быть прям интересны. Ведь, знаете, как-то... Конечно, интересны. Вы посмотрите, если у нас увеличилась летальность от ковида, и, естественно, что это принципиально важно. Второй момент, который тоже в рамках национального проекта решается. Сегодня стоит задача, чтобы страховые компании открывали свои офисы во многих субъектах Российской Федерации, даже где они не работают, где у них нет застрахованных. Чтобы, если я, например, проживающий в субъекте, где такая-то страховая компания «Зайчик плюс», предположим, не представлена, а я хочу быть не застрахован, я должен найти офис, и там застраховаться, и мои интересы будут представлены. То есть сегодня конкурентная борьба усилится между страховыми компаниями. Для этого существуют их сайты. Можно посмотреть, как они работают с точки зрения экспертизы, сколько они дефектов выявляют, предположим, насколько они эффективно в судах защищают своих застрахованных лиц, сколько судебных процессов выиграно. То есть сегодня есть возможности получения информации. Даже вот вы привели пример СМС, то есть вы можете с сотрудниками на работе поговорить, и говорят, вот мне, например, прислали СМС о понуждении меня пойти на диспансеризацию. Причем это же не просто СМС, это говорит о том, в каком медицинской организации, в какое время, в каком кабинете ты можешь прийти, то есть информация такого рода исчерпывающая должна быть предоставлена, чтобы пациент мог эту диспансеризацию не просто прийти в медицинскую организацию, поцеловать дверь и вернуться, а чтобы он четко знал, в какой кабинет, в какое время ему прийти, где ему назначат лабораторные исследования, и это все будет сделано, чтобы он не развернулся, а прошел диспансеризацию. Если у него есть проблемы со здоровьем, чтобы они были выявлены и были своевременно начаты медицинские мероприятия по лечению. Ладно, идем дальше по этим самым дефектам. Дмитрий Аркадьевич, это, наверное, к вам больше. Сохранение препятствий для участия частных медицинских организаций в системе ОМС. Вообще, насколько у нас частные медицинские организации в этой системе присутствуют? Конечно, частная организация – это не панацея, к ним тоже бывают вопросы и немаленькие. Но на них возлагается надежда, что посредством конкурентной борьбы и качество будет повышаться. Так вот, насколько они там присутствуют и что им мешает быть шире в этом процессе? Пожалуйста. На самом деле, если мы скажем одну жесткую вещь, что очереди в наших поликлиниках – это заслуга ОМС и нашей системы страхования. Все очень просто, на самом деле. Сегодня в системе медицинского страхования находится порядка 9 тысяч организаций. Из них 6 тысяч – это государственные, муниципальные либо федеральные, и порядка 3 тысяч – это частные организации. То есть, один к двум соотношения частных и государственных. Но при этом в частные организации поступает всего 5% средств ОМС. Если бы так называемые страховые компании перебросили часть нагрузки из государственных и муниципальных организаций в частные, то есть, увеличили бы, то таких очередей не было. У меня есть пример, когда человек в Москве, например, записывается на 2 недели вперед на УЗИ. Потому что УЗИ-кабинет расписан, а перераспределить деньги нельзя. Не у вас одного, да. Да, по решению ОМС только эта организация. Почему не перебрасываются эти средства? Это посредничество. Это посредничество – это отсутствие так называемых рыночных механизмов. Но не обижайтесь за то, что я сейчас скажу. Я даже допускаю, что это определенная заинтересованность по докоррумпированности определенных лиц. Мы же с вами понимаем, что когда деньги идут, то за деньгами иногда идут просьбы. Да, Алексей Анатольевич. Частная медицинская организация создается на свой страх и риск. Пойдут ко мне пациенты или не пойдут. А государственная – это реализация конституционных прав. Граждан на бесплатную медицинскую помощь и государство на налоги обязано создавать медицинские организации. Теперь существует в законе норма, посвященном ОМС и основном законе о здравоохранении, что существует в каждом субъекте специальная комиссия, которая наделяет специальными объемами те организации, которые захотят войти в систему ОМС. То есть, например, была ЦРБ, и вокруг нее образовались две организации или три организации урологической помощи. Почему я говорю урологической? Потому что урологическая и гинекологическая помощь всегда была как бы востребована с точки зрения оплаты живым рублем. Но мы же понимаем, что частник ориентируется, исходя из риска, на максимальные прибыли. Понятно, что его часто не устраивают тарифы, которые действуют в системе ОМС. Поэтому он заходит в систему ОМС не для того, чтобы оказывать медицинскую помощь всем обратившимся, нет, а для того, чтобы получить поток. А потом уже в рамках этого потока навязывать определенные платные услуги за то, за все и так далее. Я понимаю, да, я согласен с этим. Потому что, смотрите, а что такое объемы, которые нарезает комиссия? Вот представьте, вы работаете в ЦРБ уролог. Еще три вокруг организации. Значит, у вас должны изъять объемы и трем другим нарезать эти объемы. Но у нас нет проблемы с урологической помощью. Получается, что четыре организации оказывают одинакового уровня, пускай даже и качества, пусть может быть в лучших каких-то комфортных условиях медицинскую помощь. Но это значит, что эта помощь распыляется. А дальше что? Вот мы с вами работаем как частники, и вдруг понимаем, что мне нужно больше денег как владельцу предприятия. И я понимаю в какой-то момент времени, что я нерентабельный и его закрываю. И куда пойдут пациенты? Государство будет содержать ЦРБ, а я закрыл как частник, и никаких ответственностей больше не несу. Поэтому понятно, что, когда мы говорим о соотношении частной и государственной системы в здравоохранении, мы должны понимать, что в первую очередь должны включаться в систему ОМС те частные организации, которые несут новые объемы, вернее, новые профили, которых еще не было в ЦРБ. Например, там сердечно-сосудистую хирургию какую-то, там удаление тромбов и так далее. То есть то, чего в районе нет, А расшифруете ЦРБ? Центральная районная больница. Ну, стыдно не знать. Мне сказали, что в очередях при советской власти, в полигониях при советской власти не было очередей. Я сидел в очередях при советской власти. Конечно, были. Естественно, были. И вот эти вот выделить день на то, чтобы сходить в терапевство, все было нормально. Ну, хорошо. Дмитрий Аркадьевич, ну, вот тогда вопрос-то, ну, он заключается... Кстати, просто мы здесь сейчас говорим о недостатках описывания, мы говорим о каких-то пожеланиях. А вот поговорить о том, что реально изменится в итоге этого всего... Нет, секундочку. Не успеем? Успеем, успеем. Вот, знаете, у меня вопрос. Вопрос, вопрос, вопрос вот какой. Смотрите, я хотел узнать. А вот есть ли больница стоит, центральная районная больница стоит, и нет ни одного пациента. Все вокруг здоровые. Деньги же будут платиться в эту больницу? И они будут из ОМС или из каких-то других источников? Да, из системы ОМС финансируется по подушевому нормативу. То есть, смотрите, вот стоит поликлиника, и к ней никто не приходит. Но к ней прикреплено 400 тысяч населения. И поликлиника заранее, вперед, получает все деньги на 400 тысяч населения. Придет один человек, два, тысяча или 500. Теперь разница с бюджетным здравоохранением заключается в чем? Потому что все-таки эти деньги нужно все-таки отработать. Потому что если мы говорим о бюджетной модели, то там абсолютно все равно. Придет один человек или сто человек, я получу зарплату. А если в системе ОМС ко мне прикрепится, как к поликлинике, не 400 тысяч, а 600, то я получу большие деньги, как врач. Понимаете? Вот эта система все-таки создает некую заинтересованность в качестве предоставления услуг. Потому что люди понимают, что в этой поликлинике хорошие условия, хорошие грамотные врачи, лучшие результаты лечения, быстрее мне оказывают помощь, и я буду прикрепляться к этой поликлинике. И за мной пошли деньги. При бюджетном финансировании фигушки. Но это странно. На самом деле я вижу явный перекос. С одной стороны, недоверие к частным организациям медицинским, только потому что они, в принципе, могут в любой момент обанкротить. Ну, по идее, могут. А здесь, значит, с другой стороны, неважно, если прикреплено 400 тысяч, но туда никуда не ходят, а они будут прикреплены как минимум, хотя бы потому, что это мой район, где я живу. Ну, вот абсолютно, и большинство все равно будут ходить туда. Ну, понятно, что никто не закроет центральную районную больницу. Ну, вы представьте, вы можете, будучи президентом России, закрыть единственную центральную районную больницу в районе. Вы возьмете на себя такую ответственность? Ну, к сожалению, это, нет, президент не закроет. Нет, я не хочу, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. Не на диспансеризацию ни за что. На диспансеризацию не идем, на перофилактические приемы не идем, не выполняем назначения врачей и хотим прекрасный, качественный результат. Нет, я просто понимаю, что это все объясняется, конечно, безусловно. Но то, что видно и понятно, что есть какой-то непонятный перекос, здесь не хватает, там слишком много. И все это объясняется, потому что... Счетная палата правильно отметила, то есть дисбаланс есть. Значит, нам нужно этот дисбаланс ликвидировать. Значит, нужны четкие, как сказал мой оппонент, что действительно нужны четкие прозрачные правила включения частных медицинских организаций, чтобы они действительно обеспечивали реальную, нужную, необходимую пациентоконкуренцию. Чтобы у меня было всегда право выбора. Вот что мне нужно как пациент. Спасибо, спасибо, Алексей Анатольевич. Право выбора работы. Понятно. А просто времени осталось немного, да, Михаил? Людей Акачевич, буквально осталась минута, пожалуйста. А что реально, как вы ожидаете, улучшится? Может ли, может ли в принципе... Да, после этой инспекции. Ничего не улучшится. На самом деле, такие инспекции проходят раз в два года в системе счета. Это обязательный стандарт. Поэтому я не думаю. Если вы поднимете прежние заключения, они так и остались на бумаге. Я думаю, что останется все на прежнем уровне. Ну что ж, по крайней мере, не станет хуже. Пытаюсь я найти в этом. Нашел жирный плюс. Слушай, ну я бы так, конечно, не говорил. Вы понимаете, все возможно... Я не понимаю. Мы что играем? Понимаешь? Медленную, красивую лирическую песню или рок-н-ролл. Все в динамике. Динамика у нас не небольшая, не великая. Так уж, потому что страна слишком большая. Мы не можем бегать, как это делают в Израиле. Понимаете? Вот маленький такой. Это все природа вещей. Не более того. Понимаете? Если говорить, что вообще ничего не делается... Ну как делается? Моя районная поликлиника потрясающая просто. Красавица. Ну, такого никогда не было. Не было. Не в советские, не в какие-то там времена. Я знаю, если я иду в больницу, так Валя, Валентина, что с тобой теперь? Белая палата, крашеная дверь. Вот и все. Все мои ассоциации. Понимаете? И только там, вот в этой Европе я увидел, что оказывается, это может быть... Это вообще может выглядеть как гостиница и так далее. Не, все идет. Проблема другая. Поликлиника обалденная. А что за врачи там работают? Я до сих пор себе не могу. Вот представь. И сколько у них времени на тебя. Я не верю никак. Ну да, ну видно, да, выполнили закат. Есть новая поликлиника, надо, чтобы там сидели люди в белых палатах. И я подозреваю, что хотя бы как минимум 50 на 50, вот там сидят люди в белых палатах. Ну, наверняка у них есть... На диспансеризацию. Да, да. Все увидите. Увидите человека в белом халате, что он вам скажет, что он у вас... Не говорите про свою существующую болезнь. Не проверьте, выявят ее или нет. Квеса. Знаете? Отличная. Отличная задание. Мы уже вышли, мы уже две минуты, потому что об этом интересно говорить. Но я не буду говорить про диспансеризацию, я ее прошел вот по этому самому. Ну, не знаю, друзья мои. Давайте, давайте, пойдем. Как и все еще доработано, но пора уже начинать играть рок-н-ролл. Все в динамике нашей жизни. Ее надо как-то сделать немножко побыстрее, а не так, как всегда. И рано или поздно мы придем. Ну, хорошо, что хоть есть счетная палата, как говорит... Да, вернемся к... Наук-профессор. Друзья, знайте, пожалуйста, максимально ваши возможности в рамках системы ОМС. Да, подожди. Вы их не знаете. Самое интересное было не это, а то, что приходишь, на здесь представительство. На что жалуетесь? А ты угадай. Да. Вот так вот. Найдите, где у меня почка сначала, а потом я с вами разговаривать буду. Следующая тема.